Half-Life 2 Замечательная игра с хорошей историей Однако история этой игры не закончена И мы до сих пор хотим узнать Финал этой игры Но есть мод по мотивам этой игры Я проходил этот мод и готов сделать Обзор на Half-Life 2 3 эпизод Так, с чего же начать? Признаться честно я не знаю с чего мне начать В этом моде все плохо Я сейчас пишу сценарий и не знаю с чего начать Ладно, давайте начнем все по порядку Итак, локации, они плохи Сразу видно, что они делали все на отвали и не заебывай Например, возьмем совсем маленькую незаметную локацию На большой целый город с пассажирскими самолетами И с целыми новыми машинами Это я еще молчу, что есть космические корабли в этом прекрасном моде В игре Half-Life 2 нам показывали, как город выглядел Он был весь грязный Не было ни у кого из гражданских новых машин Да что там, вообще не было никаких машин А это был лучший город из оставшихся Как говорил нам Брин Но тут он ошибся Есть город получше Вот смотрите Даже самолеты целые Можно слетать в разъебанную Америку Там отдохнуть, посмотреть на Булсквидов И на загорелых Вартигонтов Почему вы так не сделали? Было бы так куда смешнее Эх ладно, по моим прохождениям Сами поймете, что все очень хуево Ладно, начнем дальше Катсцены Сейчас главный вопрос Кто, блин, придумал везде сделать катсцены? Серьезно, они везде Заходишь в дверь, как сцена Видишь пушку, как сцена Видишь шкафчик с аптечками, как сцена Лечишь в космической капсуле с Барни, как сцена Стоп, что? Барни, что ты тут забыл? А точно, разрабы решили тебя показать И доказать, что это вселенная Half-Life В общем, катсцены, они везде И это очень заебывает У меня такое ощущение, что эти разрабы Или разраб вообще не играли в этот мод Просто создали его и сказали Могучим рёмам Играйте и получайте удовольствие И сунул всем фанатам хуй в рот Простите за мой французский Ну а сейчас поговорим мы о модели врагов Что с ними, блядь, не так? Мы что, в Fear играем? Почему комбайн выглядит странно? И ещё, почему зомби похожи на обычных зомби Но убиваешь его и появляется хэткраб Про мейных львов Ну... Ну норм, что? Боже, почему Кленнер так, сука, выглядит, как ходячий труп? Что насчёт моделей оружия? Они почти все хорошие Стрельба чувствуется, но есть один нюанс Они все спижены Вот другая я мод Ты, наверное, задаёшь мне вопрос Что, неужели всё так плохо и нет ни одного плюса? На что я тебе отвечу Конечно, есть! Например, были такие локации запутанные Которые я не мог понять, куда мне идти Но появился плюсик рядом с тобой И если ты пойдёшь к нему И он покажет тебе, куда тебе надо идти И это хорошая фишка Не, серьёзно Я многих картах блуждал И не понимал, куда идти И это меня очень сукобесило Но подсказка спасала меня И я продолжал проходить мод Ещё один плюс добавлю Хотя я уже говорил о нём Модели пуши хороши Почти вся стрельба чувствуется И тебе приятно играть Конечно, есть странные моменты Например, Бизон какого-то хрена Из-за боймы стреляет подствольными гранатомётами И снайперскую винтовку мы по-другому держим в прицеле Но я решил закрыть на это глаза Так как стрелять мне больше понравилось, чем нет Последний плюс Я долго думал, ставит ли мне этот плюс или нет И всё же решил поставить Очень большие локации Серьёзно, я очень долго ходил по одной карте Что я даже не замечал этого Когда я посмотрел немного прохождения своё Я был удивлён Карты в этом моде очень большие Что я решил похвалить Игра не лагала и не вылетала У меня компьютер вообще, по сути, не такой мощный Итог будет такой Я не всё рассказал Минусов тут куда больше, чем я сейчас рассказал Тот, кто делал этот мод, решил поиграть на чувства фанатов Этот мод мог бы быть хорошим Если бы его не назвали Half-Life 2, третий эпизод Спасибо за просмотр Подписывайтесь, ставьте лайки Оставьте комментарии И пишите, нравится ли вам смотреть мои обзоры Пока Субтитры сделал DimaTorzok